Сегодня мы будем обозревать стильный китайский кроссовер Чинган Аушан Х5, который уже есть в продаже у местных автомобильных дилеров. Базовая версия стоит всего 10 430 долларов, и это весьма лакомая цена за современный кроссовер с яркой внешностью и стильным салоном. Компания Чинган активно производит экспансию на российский рынок. В Беларуси уже представлено два автомобиля марки, а третий уже на подходе. Любопытным является тот факт, что сборка автомобилей Чинган наладили в Беларуси. Очевидно, производственные мощности освободились после проблем у ZOTI. Я думаю, мы сумели вас заинтересовать. Тогда давайте поговорим обо всем поподробнее. Несмотря на то, что разработчики позиционируют Чинган Аушан Х5 как часть фирменной линейки производителя Аушанг, в отличие от представленных в ней моделей, он получил более агрессивные черты кузова, стильную видоизмененную радиаторную решетку, фары головного света со встроенными светодиодами. Также на капоте появились ребра, которые значительно повышают уровень аэродинамики и делают кроссовер более управляемым на высоких скоростях. Особенность кузовного дизайна – это отсутствие характерного для китайских автомобилей яркого декора, а также доминирование европейского кроссоверного стиля. Грозно оформлена нижняя часть передка. В наличии декорированные черным глянцевым периметром, боковые вентиляционные диффузоры, трапециевидный воздухозаборник и компактный формат пластикового обвеса. Неприкрытую агрессию излучают ребристые аэродинамические рельефы. Головная оптика выполнена на высочайшем уровне. Сверху размещены узкие фары, которые являются исключительно светодиодными ходовыми огнями, а сами основные линзы светодиодного освещения размещены ниже – в боковых выемках бампера. В частности, конструктив передка вызывает ассоциации с автомобилями модельного ряда Uniti и Uniquei. Обзор данных авто уже есть на нашем канале, ссылку вы сейчас видите на экране. Размеры автомобиля Чинган Аушан Х5 таковы. Длина – 4490 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1580 мм, колесная база – 2710 мм. Багажник небольшой, его вместительность – 317 литров. Интерьер автомобиля стильный. Под стать молодежному Джелли Карлай. Вот только Чинган Аушан Х5 немного крупнее. Что касается интерьера, то внутри кроссовера роскошно. Исключительно цифровая панель приборов, начиная с самой простой комплектации. В салоне премиальность подчеркивается 11-дюймовым сенсорным экраном с возможностью вывода GPS-навигации, подключения дополнительных устройств через Bluetooth. Для комфорта предусмотрены раздельные подлокотники, электрические приводы для стеклоподъемников, облегчает вождение многофункциональный руль, обогрев заднего стекла, привод боковых зеркал, задний дворник. Салон модели – черный, с броскими, красными акцентами. Из оснащения стоит отметить 10-дюймовую цифровую приборку и мультимедийку. Оснащение салона действительно может претендовать на премиум. Для водителя тоже предусмотрены системы, упрощающие вождение. Например, система бесключевого запуска мотора, круиз-контроль и камеры кругового обзора. Здесь же сенсорный блок управления климатической системой. Эксперты указывают на высокое качество материалов, используемых для обивки. Компанию им составляет приятный на ощупь пластик, который не раздражает скрипом и кривыми швами. При сложных сиденьях объем багажника составляет полторы тысячи литров, что является весьма хорошим показателем. Данная модель построена на платформе Чинган МПА. Под капотом китайского кроссовера размещен 1,6-литровый атмосферный двигатель, который развивает не более 128 л.с. мощности и 161 Нм крутящего момента. За доплату покупатели Aushan X5 могут приобрести турбированный агрегат на 1,5 литра, чья максимальная отдача доведена до отметки в 180 л.с., тяга до 300 Нм. Стартовому мотору доступна 5-ступенчатая механическая коробка передач и вариатор, который имитирует работу 8-диапазонного автомата. С более дорогим мотором идет 7-скоростной робот с двойным мокрым сцеплением. Полный привод данному кроссоверу недоступен. Разгон от 0 до 100 занимает всего 7,8 секунды. Говоря о стоимости автомобиля, то весьма неплохая комплектация обойдется в 12 520 долларов. На этом все, спасибо, что были с нами. Если данное видео вам понравилось, то рекомендуем подписаться на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok